Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И после интервью с Ирой, которая была участницей гонки Мини Трансад, мы вам расскажем немного о, собственно, лодках, которые принимали участие в данной гонке. Итак, мы сейчас едем на пирс, на котором стоят лодки 6,5 метров, которые перешли Атлантический океан. Итак, в Тузик и погнали! Эта гонка начинается в Ля Рошелле и имеет два лего. Первый это Ля Рошель Гран-Канария и второй из Гран-Канарии на Мартиник. То есть первый лайк 1300 миль и второй практически 3200 миль. Давайте я вам покажу лодки, на которых гоняются в этой гонке Мини Трансад. Пойдем! Идем на пирс, идем! Здесь все стоят, все победители, все финишировали. Вы видите, на сколько лодок, сколько лодок финишировало. В этой гонке ежегодно стартует 80-90 лодок. В этом было 87 участников, потому что 3 зафейлили старт по каким-то причинам. У этих лодок есть несколько жестких правил. В длину они 6,5 метров и ширина 3. Большинство людей, которые гоняли в Мини Трансад, это все-таки из Франции. Но для того, чтобы участвовать в этой гонке, нужно обязательно пройти достаточно жесткую квалификацию. Но идемте дальше, посмотрим на оставшиеся лодки. Причем начинаются победители с начала понтона, где мы начали гонку, начали заход на пирс. И по мере поступления лодки ставят к этому пирсу, который сделали на Мартиник специально под Мини Трансад. Ну вот, собственно, мы уже и здесь, вы уже посмотрели на все это количество участников, на все это количество победителей. Огромное количество, огромное количество лодок и смелых людей, которые пересекли Атлантику. И, между прочим, это почти пятерочка. 5 тысяч миль практически было покрыто в гонку от Ля Рошеля до Мартиник. Вот мы сейчас подошли к человеку, который сделал мини Трансад. Как вы видите, лодка стоит в самом начале. Он финишировал, вероятно, в первых победителях. Лесо, можно ли уходить на пирс? Конечно, также с пирсами. Нет, нет, нет. Великобритания. Привет. Здорово, видеть вас снова. Я вижу, что вы только в первой части, так что, наверное, вы закончили в первой линии? Нет. Нет? Что случилось? Я извиняюсь. Это противное. Потому что я тоже был физическим проблемом с уходом, с ботом. Что произошло? Я не могу объяснить очень хорошо в английском, но я был с пирсами. В любом случае, когда вверх был вверх, вы знаете? Да, да, потому что это вверх. Да, слишком много вверх. И я был в ночь, и я не был в таком скором, чтобы взять... Да, да. И он вверх. И когда он вверх, он вверх, он вверх, он вверх. И я был вверх, и он вверх. И я думаю, что этот я был вверх, потому что он не был вверх. А, да. Так что вы его... То есть, это выкручено? Нет, но это было в таком, и я делал 12 дней Атлантика в этой ситуации. Но я уже не могла использовать большие пирсами, потому что это было слишком весело для меня, чтобы делать это. И я использовал только Код-5 и Медийный, и я потерял, конечно, много. Но в любом случае, вы закончили. Да. Очень круто. Вы можете показать вашу бот? Потому что люди, которые смотрят наше видео, они никогда не видели. Они не видели, как вывезли на этом боте и на этом типе боте. Потому что мы крюзеры, мы не крюзеры. Это 6,5 метра и большие 3 метра. 3 метра. Да, 1,1 тонн. Это тяжелый. Ага. И, конечно, у нас есть автоматический пилот, чтобы быть самым в двигатель. И у нас есть 7 продаж. Это, соответственно, правила, вы не можете больше, чем 7 продаж. Нет, нет. Это может быть любые продаж. Нет, 1,1 тонн. Один обязательный. Ага. 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 Какая главная. Ага. 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 Какая? Производительное. Производительное качество. Оно также. Но я подумал, не lobby The Alda. Да, что я люблю. У вас есть большая барсная клубка. А? 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 О, это как пулы, большие пулы. Так что у вас спирт для больших спирт. А, окей. Да? А? А, давай. После... Каких дней вы спиртали? Да, но это холодно, да? Да, холодно. Если хотите, я имею немного свет. Я не знаю, если... Нет, 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 все нормально. Так что это место для спирт? Нет, мы никогда не спиртали. Мы просто спиртали, где мы делаем матушаж, да? Угу. Где мы должны поставить веселый, уважать, как ты двигаешься. Да, да. Но... Нормально все спирты остаются. Ага. Окей. Так что у вас здесь есть? Это метеор, с температурой атмосферы. Ага. 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 Вы можете сделать это каждый день, и у вас есть диаграмм, где вы можете увидеть, что происходит в видео. Да, да, это изменилось в перспективе. Каждые 2 часа, я думаю. Нет, извините, 3 часа. 3-4 часа. Хорошо, что еще у вас есть здесь? Я вижу, что у вас есть метанол-боксы. Да, потому что внутри у нас есть моё мощь. Первый мощь и метанол, чтобы менять. Вы увидите, я не знаю, как вы его называете. Эмерженский рафт. Да, это рафт. Да, это рафт, да. Это НКПА. Сейчас он уничтожен, потому что я уничтожен его. Но у меня есть гармин. И я использовал этот. И здесь у вас есть все для метанол-боксы. Для уничтоженного материала. Для уничтожения. Да, если уничтожить что-то, у вас есть какие-то кусочки, чтобы менять. Уже есть и другие панели. Вы видите? Да, да. Это как спиртный панель. Да, потому что если уничтожить ЭФОИ, если уничтожить первую мощь, то этот, который я уничтожил, не достаточно. А, хорошо. Но это не было необходимо. А, хорошо. Но как эффективно этот энергетический рафт с метанолом? Это именно то, что я нуждался. Он делает 5,6,5.8 ампер-часа. И уничтожил 3,3,5,4. И осталось, что уничтожить батарею. Окей, сколько батареи у вас есть? У нас есть 2 батареи. Да, точно. Я вам покажу. Вы видите? А, да, я вижу, я вижу. Ага. Ага. Я обычно использую 2 батареи. Окей, да, я вижу. Да, 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 да. Окей. У нас есть камни. Какой вы видите? Я не знаю, может быть, это есть. Это происходит с снаружи. Ай. Возможно, вы vulnerability. И вы видите с снаружи. И у нас тоже. Ага. Окей. Это мощный метр, да? Энергию. Ага, я вижу. Это ис. Это только трансфонер. Это только трансфонер? Да, и я могу показать, если это работает. Да. И вы предпочитаете, что вы знаете. У вас есть ВХФ. Это радио? Да, как в нормальном боте. 25 Вт. Номинал, но на least 18 В. И вот здесь есть НКП. СПС. Теперь он сработал. Вы сранили много... Да, это не было для меня. Так что это гпс, но в соответствии с правилами, вы можете иметь гпс только с позицией, и использовать пеппермапы. Да, точно. В факте, у меня здесь, с картами науток. А, так что у вас огромное количество? Да. Да, это коллижный арм. Так что это нормально. Да. Да. И, что еще больше, много работы inside the boat during the race. After the accident, I've had three days with no front sails. It's just the one... I was not able to... To put more... More sails up. I was hurting a lot. I've taken a lot of codeine to... And then slowly I began to react, to remake the use of the boat with my handicap. А, ok. Can you show your boat from outside? Yes, of course. Ok. Now all the sails are there to be dry. Ah, ok. This is the main sail. Front sails are still there. And there are all the spin acres we have. And you see also the torment anxiety. Ah, ah. The emergency sails. It's forming like a storm sail. Yes. Ah, ok. It's only obligatory, imagine. We have almost 12 meters of mass. Is it 12 meters? Yes. 12 meters from the water? Or is it just 12 meters? You know, I don't remember it. Ok. It's passing. Ok. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I come with you out. Ok. Ok. And nice to have you on board. At least for me, it was my first experience. Very cool. Thank you. Thank you. Здравствуйте. Вот еще один участник, наш старый знакомый, с которым мы встречались 4 года еще на Тенерифе. Ты под каким номером идешь? 759. 759. То есть у тебя лодка, у тебя лодка прототипная. Очень. А где номер? Очень. Ну, номер там на носу написан. На носу? Да. А у тебя еще и мачта поворотная. У меня очень много приколов. Какая модная. Ты что? Ты что? У меня сверты, поворотная мачта, бустырит там 350. Много приколов. Карбоний. Карбоний. Можно. Карбоний. Это единственная лодка во флоте, которая выполнена из карбон Намекс. Есть такая штука. Не знаю такого. Намекс это такие кевларовые соты, из них строят шаттлы. А, знаю, да. Вот эти, которые, но он там же с температурой как-то связано. Они очень легкие, и они очень неремонтопригодные, поэтому обычно лодки из них не строят. Одноразовая. Да. Могу зайти на борт? Да, заходи. Я сделаю, я сделаю. Я просто это и искал. Так, зашел. Зайдешь? Нет. Тогда давай камеру. Ну тут сейчас небольшой бардак. Не, ну бардак слушай. Потому что лодку разбираю. Да и после перехода бардак это вообще нормально. Ничего в этом такого нет. Сейчас вот все вещи, которые здесь лежат, это в принципе все, что на лодке находится во время перехода. Ага. Это просто ты все изнутри вытащил. Все вытащил изнутри. Все паруса. Все, 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 все. Вот. И понемножку сейчас прибираю. Но у меня проблема. У меня много поломок было очень, во-первых, на втором этапе. Поэтому сейчас еще починкой чуть-чуть занимаюсь до того, как отправить лодку во Францию. Слушай, ну поломки на больших переходах, тем более, если это рейсинг, это вообще нормально. Ну, у меня был перебор. Перебор. То есть у Ирки был перебор, но у меня был тоже небольшой перебор. Это серьезно повлияло на спортивный результат. Первый этап был хорошо для меня, а второй этап был уже похуже. А что у тебя из такого критически поломалось? Автопилот. Ну, бляха, муха, это геморрой, я понимаю. Я остался вот Raymarine из Т4000, маленький автопилот, который, может быть, зритель твоего канала, те, кто ходит на ярко, знают. Вот. И он отработал 2000 миль. Ну, правда, в компасном режиме уже. То есть я не мог оставить большой спинакер и пойти спать. Ну, по спинакерам вообще спать, как бы, такое себе решение. Я не могу, у меня все время неспокойно. Мини, если хорошо настроена, она может идти под спинакером 14-15 узлов. Это быстро. А какой вес у лодки? Если снять с моей лодки киль, она весит 300 килограмм. А с килем? С килем киль весит 315. То есть 300 и 315, это одна из самых легких классиков. Ну, да, да. Килограмм она весит. Ну, чтобы мы разговаривали с ребятами, нам сказали, что тонну весит. Тонна – это серийная лодка. Серийная, серийная, конечно. Прототипы весят самые легкие. Вот моя лодка довольно легкая. Есть еще несколько таких же легких лодок. Они ниже 700. Но с другой стороны, когда ты уходишь ниже 700, сразу надежность очень сильно проседает. Понял. А у тебя, я смотрю, вот что у тебя такого из технологичного? То, что я вижу, у тебя там поворотная мачта, например, да? Поворотная мачта, да. Ну, она мало что дает, на самом деле, поэтому… Ну, только остро, если ты идешь. Ты можешь чуть-чуть идти. Ну, мне так кажется. В классе мини очень много чего зависит от моды. То есть, очень много вещей, которые были модны. Например, был момент, было модно сделать поворотные мачты, все считали, что это дает что-то. Потом люди стали замечать, что они особенно много дают. Но поворотная мачта, кроме всего прочего, она дает… Она очень жесткая. И если вдруг, например, вот бакштаг, да, то есть у меня нет авторштага на лодке, если вдруг рвется снать, который поддерживает мачту сзади, то мачта не ломается немедленно. Ага. То есть, она более надежна, как же. Но есть минусы с ней. Она более тяжелая. Понял. А скажи, пожалуйста, ну, парусов же такое же количество, как у всех? Семь штук. Семь штук. Они чем-то отличаются или они у всех одинаковые? Слушай, на эту тему можно говорить действительно часами. Вот. Потому что выбор парусов очень сильно зависит от средних скоростей, с которыми ходит лодка, и от того, какую форму у него корпус. Ага. Яхты нового поколения, скау, у них, например, совсем другие паруса, чем у нас. То есть, они называются, в принципе, также. Большой спиннакер, средний спиннакер, код 5, там, генак, но они даже выглядят по-другому. Ну, понял, это просто сделанный под общий комплекс, под лодку, плюс паруса. И это одна из вещей, которые мне пришлось этим заниматься плотно. Например, у меня есть парус такой генак, это довольно маленький плоский парус, типа код-зеро. Ага. Вот. Но он не код-зеро, он более универсален. И мне пришлось, вот новый парус, который шил, он был меньше размером, чем то, что у меня был, более плоский. То есть, казалось бы, менее тягучий, менее такой, менее мощный. Но это оказалось то, что надо для моей лодки. Вот сейчас… То есть, ты угадал с этим? Я вообще угадал, потому что последние два дня был слабый ветер, и я объехал двоих на эту парус. О, класс. Класс. Ну, ты тоже знаешь, такая бойня была в низах. То есть, уже там 18-16 место. Не, ну все равно, какая разница. А покажи, пожалуйста, что у тебя внутри. Пойдем покажу. Но я не знаю, как будет свет. Мы прольнее, там нормально. Здесь небольшой беспорядок. Вот. Это качающийся киль. Вот он стоит посередине. Ага. Его при помощи строп и лебедки, которые находятся снаружи, я могу перемещать, заваливать его в левую корму. Ну, понятно. Если ты идешь левым галстом, ты его просто в эту же сторону, грубо говоря, оттягиваешь? Это примерно как два человека сели тебе на борт и отклинивают. О, класс. Плюс подъемный качающийся киль, когда ты идешь полным курсом и загружаешь корму, он работает, на самом деле, как крыло. Он поднимает лодку вверх. Ага. То есть он тебе уменьшает сопротивление воды. Но тут он уменьшает вес яхты. Лодка начинает как бы на кили ехать. И реально бывает... Такой гидрофойл. Как гидрофойл. И тут есть куча всяких нюансов с этим связанных. То есть на какой угол он должен быть заклонен там. Не, ну конечно, это же, ну это уже собственно то, что ты делаешь, как пилот. А так вот все. Вот здесь есть киль, там чверт колодцы, вот эти кармашки, в которых разложены вещи и здесь оживу. Ну а само оборудование электронное, оно точно такое же, как и у всех. Потому что это стандарт, собственно, самой гонки. Да, тут ничего особенного нет. То есть автопилот используется фирмой НКЕ на моей лодке. И компьютер центральный НКЕ. А так все остальное. Карты бумажные. Угу. Все. Понял. Ну в принципе мне с этим все понятно. Спасибо. Пожалуйста. Мама, мама. Мама, мама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже стоят эти маленькие лодочки, они уже демасты, то есть мачты сняты, с некоторых сняты кили. И для чего это сделано, я вам сейчас покажу. Сейчас я буду проезжать, и за ними приехал уже суперсервант, который их будет перевозить обратно в Ля-Рошель. Некоторые, которые будут стоять в верхнем ряду, они стоят с мачтами, но большинство и без скилей стоят в первом ряду, во втором стоят, по-моему, с келями, но без мачт. Друзья, когда мы брали интервью с Ирой, это был предыдущий ролик, мы спрашивали о том, чем же питаются гонщики в мини-трансакт. И у нас есть пачка вот такой еды, которая называется трекенит. Это сухая еда, сублимированная, наверное, или как-то так она называется. Короче, что у нас здесь? Средиземноморская тушеная рыба с рисом. Итак, мы сегодня попробуем, то есть у меня есть несколько вкусов, какой-то мы распечатаем и сделаем тест, чем же питаются гонщики мини-трансакт. Понимаю, что здесь есть достаточно большой выбор еды. Итак, что у нас здесь? Это fish, fish stew with rice. Так, далее. Ух ты. Курка карри с рисом. Окей, chicken with curry. И что у нас здесь? Creamy pasta with chicken и spinach. Короче, вот какую из этих мы будем выбирать? Наверное, 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 Mediterranean fish stew and rice. Попробуем, как оно. Для этого мы берем, читаем инструкцию. Здесь написано оторвать, залить половину воды, подождать 10 минут, и оно готово к потреблению. Ну, давайте так и сделаем. Так, Дина сказала, что она не хочет рыбу, она хочет... Курицу. Так, врыжковой спагетти с куркой и то шпинатом. Creamy pasta with chicken and spinach. Короче, вот эту вот штуку сейчас мы будем с вами готовить. Тебе нравится готовить? Я имею подозрение, что так мне понравится готовить. Так, это сухое нельзя есть. Туда нужно залить просто кипятка. Покажи, что там, как оно выглядит. Прямо какой-то корм для собачек. Да, или для рыбок. И пахнет для рыбок. Оно пахнет, как вот мотыль такой сухой. Да, да. Короче, заливаем это кипятком. Сейчас будем питаться мотылем. Для тех, кого это важно. Глютен, фрил, а кто за фри. 600 килокалорий у нас получается с одной пачки. В пачке 160 грамм. В готовом виде, по-моему, около полукило получается. Так, хотя, вот насколько я слышал, что американская еда, но вот почему-то написано, что это немецкий производитель. Фиг его знает. Кто это? В общем, короче, будем считать немецкий. О, я смотрю, ты уже сварила еду. Момент истины. Ну что, давай. Есть линия, до которой нужно заливать кипяточком и закрывать, и давать ему пять минут постоять. Там, по-моему, не пять, там десять. Ну, написано пять. А, ну, может, в этой пять. Давай. Я думаю, еще. Еще, еще. Да, еще, еще. Еще, еще, еще. Вот так там. Это линия. Да, да. Ну вот, все. Теперь нужен зип закрыть. Ух тыжка. Что, как пахнет? Пахнет неплохо. О, выглядит уже неплохо. Дой ложечку насыпай. Да, еще не пахнет. Шпинат застрял. Вот такие вот макарошки. Ну что, будешь тать? Давай, ты пробуй. Потом я. Я сейчас выброшу пакет. Ну что? Нет, ну ничего так. Она вообще съедобная? Съедобная. Что-то среднее между столовкой и виной. Ну что, среднее между съедобным и несъедобным, да? Нет, ну конечно, я думаю, от такого можно узнать быстро. Нет, ну если у тебя это единственная еда на переходе. Я по орехе жевала с сухофруктами. Нет, ну раз в день горячее, а все равно нужно кушать? Нет, раз в день, наверное, нормально. В следующий раз будем рис пробовать. Может, с макарошки? Нет, ну нормально, знаешь. Если уж такое, чтобы не помереть с голодом. А тебе, как Сережа, давай затестим. Горячее. Нормально. Я бы такой мог нормально есть. Не, вполне съедобно. Ну что-то среднее между вермишелью быстрого приготовления. Я так понимаю, что здесь просто много специй, которыми... Крахмал там еще. Крахмал там что-то, желатин, наверное, какой-то. Ну на самом деле съедобно вполне, и если еды другой нету, то раз в день можно вполне, а то и несколько раз в день можно просто чередовать вкусы, потому что с одним вкусом, наверное, будет тяжеловато, конечно. Ну мне доширак больше по вкусу нравится, чем это. Ну какая-то там ирина банальная. Ну если... Та, что в коробочках. Другой еды нет и нет возможности готовить, мне кажется, что вполне нормально съедобное решение. Ну все, бон аппетит. Спасибо. Яхт-транспорт. Он, кстати, привез сюда какое-то количество лодок. Вот видно там из него торчит куча всего. Огромный такой. Яхт-экспресс. Скоро его будут топить, чтобы эти все лодки с него забрать. Я вам показывал судно, на котором перевозили разные яхты. Я думал, что на нем будут везти маленькие класс мини. Так вот, я так понимаю, что вот это судно, которое приехало как раз за миниками. Потому что у него два крана. И я так понимаю, что они просто будут на палубу грузить эти мини. Вот видно даже кредлы, на которые будут лодки ставиться. Они такие вот маленькие. Сейчас посредине стоит контейнер, как раз выше надписи. И видно такие, как холдеры для лодок. А вот этот шарик, который висит спереди, обозначает, что судно стоит на якоре. Дневной знак. Такой большой. Мы так к нему близко проходим. Смотри, тоже антиобразстайкой все покрыто. Черненькой. Такой, как у нас. На этой бульте можно загорать. Да. Так они поднимают. И миники. И потихонечку грузят их. Так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok